Пять тысяч лет назад эта культура была распространена повсюду. И столицей мира была Хастинапур, современной Дели. Мы узнём это из Махабхараты. Это единственный самый древний литературный источник. То есть до этого не было письменности вообще. Дальше нельзя идти. Три тысячи лет до нашей эры, и всё, дальше нет письменности. Дальше учёные ничего не могут сказать. Нет письменности, есть только какие-то находки археологические, которые сбивают с толку всё время. Какие-то ожерелья золотые с базальтой, 50 миллионов лет возраста, например. По их подсчётам не было человека в то время. У нас есть книга «Запрещенная археология». Вот толще, чем Бхагавадгита, и крупнее формат вот такой вот. «Запрещенная археология» — те открытия, которые не опубликовывались никогда. Я сам читал одну находку на Колыме несколько лет назад. Золотоискатели, вернее, скорее, это даже были геологи, не знаю, они промывали породу что-то, какие-то вечную мерзлоту. И вот как сейчас было солнышко такое, хотя это холодно, вечная мерзлота, из породы выпал, глина или там что-то замёрзшее распалось, и выпал тритон, как ледышка. Замёрзший тритон. И он упал в эту водичку. И солнышко немножко так пригрело его. И показалось этому человеку рядом, они встречали тритонов много раз в вечной мерзлоте, что он дёрнул лапкой. Когда он заинтересовался, он его отнёс, там были неподалёку какие-то другие люди, учёные. Эта станция не там была. Они его положили в физраствор там какой-то сделали ему, тёплый. Он там полежал и стал плавать. Пожил, всё. Ну, как и ящерица, как и лягушки, они оживают после мерзлоты. Но интересно то, что этой породии было лет 10 тысяч или 15 тысяч лет. И тогда учёные сказали, это в общем-то неудивительно, что сохранилось так хорошо. Удивительно то, что он ожил. Это означает, что мерзлота наступила сразу же. Это разрушило некоторых предположений. Что вечная мерзлота наступала постепенно, постепенно, постепенно вот так вот. Мамонты вымирали и так далее. Нет. За один день стало холодно. Какой-то был катаклизм на планете Сирии. Что-то произошло. К этому времени относится Атлантида, озеро Вандах, высоко в горах, это было дно моря, они обнаружили по составу Земли. И в Махабхарате это описывается на самом деле. Что в то же самое время, лет 10 или 15 тысяч лет назад, был материк в области Северного Ледовитого океана. Сейчас это Северный Ледовитый океан. Там нет земли, есть лёд. Антарктида, материк до сих пор покрытый льдом. А это просто Ледовитый океан. Он очень мелкий. На его дне лежит хребет пролегает. Называется хребет Ломоносова. С запада на восток. По всему Ледовитому океану. Он описан в Махабхарате как материк. Этот хребет запада на восток. Это плодородная земля, тёплый климат, много коров, земледелие. Такие вещи. Это всё к разряду каких-то предположений, таких сенсаций. И учёные не обращают на это никакого внимания. Заметьте. Особенного. Также эти предметы выпадают из базальта. Золотые. Удивительной красоты ожерелья. Также эти пирамиды египетские. Очень таинственная вещь для учёных. Откуда такая цивилизация разумная. Я вам расскажу одну вещь об этих пирамидах. Они не строились как гробницы на самом деле. Как выясняется. Это выяснили так. Они построили модель пирамиды. И человек стал жить в пирамиде. Да, вы слышали об этом? Наверное. Он стал спать 4 часа в сутки. Он лечился от некоторых болезней. Пища в этой пирамиде не портилась. Даже мясо не разлагалось, а засыхало. Поэтому неудивительно, что эти захороненные трупы не гнили в пирамиде. Если у вас лезвие затупилось для бритья, положите его в пирамиду. И завтра, через день или два придёте, оно будет совершенно новое. И снова брейтесь неделю. Это уже даже делать такие маленькие бумажные пирамидки можно сделать. И туда вставить для лезвия специально. Чтобы точить лезвие. Но, конечно, эти пирамиды из камней не делали для того, чтобы точить лезвие. Или хранить продукты. Понятное дело. Это что-то просто как побочный эффект. На самом деле, как выяснили, у человека развиваются мистические силы в этой пирамиде. И эти фараоны, которые должны были управлять миром, они жили год в пирамиде до этого. Это было как аскезы у них. Приобретали огромные силы и потом правили. Не каждый пьяница мог просто управлять государством. А нужно было прожить в пирамиде год. Получить знания какие-то. Совершать аскезы. Спать 4 часа. Это помогало просто пирамида. И приходили мистические силы огромные. И знания. И качества. Это помогало ему. То есть какой-то мистический процесс. И другой момент. В одном из уголков пирамиды есть такая комнатка, где стоит бюст одного знаменитого человека, который также был каким-то известным правителем. Что-то немного сохранилось о нем. Но интересно то, что в каждый его день рождения он освещается светом. Начинает излучать свет. И он говорит, какая-то мистика непонятно что. То есть мы не верим. Какой-то эффект, иллюзия. Но потом выяснилось совершенно просто. Просто, но не очень. На самом деле, в пирамиде темно. И он сиять начинает в это время. Его лицо полностью освещается. Потом они заметили, что на потолке есть множество дырочек, узор из дырочек. Небольшие, несколько, может быть, миллиметров дырочки. Такие тонкие. Целый узор дырочек. Это был просто узор. Но когда они увидели поближе, это не были просто дырочки. Это были ровно просверленные такие тонкие тоннели. Вот эти глыбы, 12-тонные глыбы, были просверлены, из которых стало пирамидо. Абсолютно ровно, точно на Солнце установлено. И Солнце, оно всегда отклоняется от своего курса постепенно. Там зима, южный круг, северный круг, зима, лето и так далее. На какой-то градус всегда отклоняется. И ровно в этот день его рождения, эти дырочки попадают на Солнце некоторые, и освещается лицо. Раз в год это только бывает. Уже на следующий день Солнце немножко отклоняется, не попадает уже в ветрости. Более того, вся эта система, которая вращается, крутится, вся эта Солнечная система так же двигается вся. На какой-то маленький градус за 3000 лет, например. Это может быть. Это тоже известно науке. И вот он уже 3000 лет показывает. Да, 3000 лет показывает. Каждый день рождения освещается его лицо. Они учитывали этот градус так же. И когда они это обнаружили, они поняли, что было большое знание до этого. Они не обладают такими знаниями. И, то есть, ни для кого не секрет, что в отношении духовного знания люди стали очень темные сейчас. В Мексике и Южной Африке, от Египта до Индии, по всему миру у всех народов есть сказания, легенды и даже религии, возникшие после посещения инопланетных астронавтов. Разумеется, их называют не астронавтами, а богами, которые прилетали на Землю в чудесных небесных колесницах. Мы можем, конечно, воспринимать эти сказания как просто плоды фантазии, если бы они не повторялись практически у всех народов мира. Письменных документов, рассказывающих о посещениях богоподобных пришельцев, повсюду в изобилии. Например, в тибетском цикле книг «Каншур». «Каншур» состоит из более тысячи томов, содержащих священные тексты ламаизма. Тайный шифр этих текстов наиболее сложный из придуманных древними людьми. Только одна сотая часть «Каншура» была расшифрована. В результате появились тексты, которые мы теперь можем прочитать. В этих текстах очень много упоминаний о богах, появляющихся с неба, сверкающих жемчужин и прозрачных сфер, где живут эти боги. Если эти книги когда-либо будут полностью расшифрованы, из них мы непременно получим больше сведений об этих таинственных космических пришельцах. В Индии мудрость Махабхараты пользуется всеобщим огромным уважением. Индийцы очень любят эту национальную эпическую поэму. Она состоит из 80 тысяч стихов, которым 6 тысяч лет. В этой части Махабхараты мы также сталкиваемся с потрясающими свидетельствами посещения земли богами. В поэме очень часто говорится о Вимаанах. Это колесницы, способные взлетать на большие высоты при помощи ртути и мощных восходящих воздушных потоков. Вот реконструкция Вимааны, сделанная доктором Казанцевым в соответствии с описаниями в Махабхарате. Автор этого отрывка был свидетелем того, что сегодня называется стартом. Бхимаа улетел на своей Вимане в гигантском столбе света, сияющем как солнце и с грохотом, подобным громовым раскатом во время були. Наши поиски других следов пришельцев из других миров приводят нас в Багдад, столицу Ирака, страны, лежащая в Междуречии. Багдадский музей располагает множеством свидетельств минувшего. Среди них документы, записанные на глиняных табличках примерно 5000 лет назад. Их глиняные страницы рассказывают о таинственных существах, которые прилетали на землю в клубах дыма и сопровождаемые громовыми раскатами. В середине столетия были найдены 12 глиняных табличек, на которых клинописью было записано сказание о Гильгамеше. Здесь записана история создания мира в форме эпической поэмы, которая поразительно похожа на часть Библии, книгу бытия. Однако авторы Гильгамеша жили за 2000 лет до создателей Библии. Гильгамеш, герой эпической поэмы, был полубогом и получеловеком. На седьмой табличке записаны удивительные путешествия. От лица Энкиду, друга главного героя, дано первое свидетельское описание космического путешествия, записанного в каменных летописи. После подъема в небо на небесной колеснице в течение 12 часов он говорит, «Посмотри вниз на землю, что ты видишь? Посмотри на моря, на что они похожи?» И земля была похожа на миску с кашей, а море — на корыто с водой. И, то есть, ни для кого не секрет, что в отношении духовного знания люди стали очень темные сейчас. Даже в материальном знании они утратили все, очень темные. Чтобы летать, нужны самолеты сейчас. И где этот источник энергии, вот в чем проблема. Нефть скоро кончится. Вся цивилизация зависит от нефти сейчас. Кончится нефть, всему придет конец. Почти всему. Снова придут на дрова, на газ, на уголь. Уголь тоже кончится, дров тоже нельзя запасти столько, чтобы включить все заводы, авиацию. На дровах невозможно сделать. Даже этот источник энергии. Но на самом деле, в видах описываются виманы, летающие корабли. Не нужно дров, не нужно бензина. Сколько нужно бензина, топлива, чтобы запустить спутник на орбиту? Многоэтажное здание нужно построить такое. Цистерну такую. Наверху этой цистерны установить этот спутник. Поджечь снизу. И эта штука будет... Очень опасно. Все это сгорает, все это топливо с огромной мощью сгорает, выбрасывается энергия. Очень грубый стиль. Чтобы запустить небольшой спутник, вот такой спутник запустить на орбиту. Чтобы он там пик-пик-пик-пик работал там. Так много энергии. Или посмотрите, люди не знают, как использовать другую энергию. Где мы берем энергию для жизни? Пища, солнце, не так ли? Воздух. Это тоже энергия. Но они не могут это использовать. Почему? Не обладают знаниями. Не обладают знаниями ни о душе, ни о материальной энергии. Они не знают, что такое звук. Они не знают, что такое эфир. Они не знают, что такое воздух. Они ничего не знают. Они понятия не имеют ни о чем. И тем не менее называются учеными. Например, вся веда основана на звуке. Сейчас тоже звук. То, что мы говорим, это звук. Но что происходит? Они сидят уже целый час, а даже больше молча. Почему? Разве можно было сидеть так молча, целый час просто так? Но вот звук, смотрите. Звук управляет умом. То, что мы говорим, создается образ в голове, в уме, в мыслях. И картина за картиной протекает. Мы слушаем это все и сидим молча по этому. Если мы поем в Харе Кришна, это тоже звук. Но это не материальный звук. И звук Пракрито материальный, и А Пракрито не материальный звук. Духовные звуки — это имена Бога. Это из духовного мира абсолютная платформа. Все остальные звуки Пракрито материальные. Звук Пракрито не раскрывает знания, дает лишь информацию. Звук А Пракрито дает вместе с информацией знания прямо в сердце. Сейчас мы получаем реализацию услышанную, просто на звук. Конечно, если мы служим из верного источника. Если материалист будет говорить о Боге, мы станем атеистами. А если чистый преданным будет говорить о Боге, мы станем чистыми преданными, это все зависит именно от чистого звука. Если человек лишен вожделения и соблюдает все принципы чистоты безгрешной жизни, голос его обладает духовной силой. И его необходимо слушать. Этот звук передаст знания, не информацию, а передаст знания. Этот голос способен лишить все противоречия в уме. Просто звук голоса преданного. Поэтому необходимо общаться с преданными. С кем поведешься, то вы наберешься. Если мы хотим что-то знать о Боге, нужно подойти к преданному Богу. Здесь говорится духовный учитель. Духовный учитель может дать это знание. Это цепь ученической преемственности от учителя к ученику. Она не должна прерываться. Только искренне душа может принять это знание. Истинный духовный учитель также имеет своего духовного учителя. И искренне служит ему. Тот имеет своего духовного учителя, искренне служит ему. И первый духовный учитель — это Кришна, Бог. Это называется парампара. И мы должны принять это знание также из парампары. От того, кто имеет также духовного учителя, искренне служит ему. Таким образом передаются духовные знания. Никак иначе. Это не так, что мне что-то в голову взбрело о Боге, приснилось, и я теперь созрел, да. Теперь я понял, что такое Бог. Так много сейчас таких выдумок, богатые воображения, есть много впечатлительных людей. Сначала нужно понять, что я не есть это тело. Это первая ступень. Потом все остальное. Для этого нужно научиться контролировать чувства, воспевать каждый день Святое Имя, слушать его. Это называется сана на бахте, регулируемая практика. Ну как в школе. Это нужно наизусть, это нужно повторить, а сейчас контрольная. Потом эта регулируемая практика переходит в спонтанную деятельность, когда я уже сам ориентируюсь в этих вкусах. Начинаю понимать, для чего это все, почему я должен повторять Харикришна мантру. Попробуйте, и вы узнаете сами, почему. Придет вкус определенный, с ним придет и знание, почему. Почему должен умываться каждый день? Ребенок может спросить об этом, почему должен умываться каждый день? Все равно я завтра буду грязный. Не так же. Но в том числе человек знает, что он умывается уже много-много лет, он понимает, что такое, поддерживает чистоту. А в любедах есть свои стандарты чистоты, каждый день нужно не умываться, а принимать душ целиком. Каждый день. Минимум один раз, а лучше два раза. Вот такие стандарты чистоты. Почему вы спросите? Попробуйте и узнаете, почему. Иначе невозможно поддерживать чистоту ума. Не так-то легко научиться контролировать чувства. И так есть некоторые правила, очень высокие правила чистоты, относительно сна и пищи. Все это нам помогает контролировать чувство, чтобы потом осознать себя, как духовное существо. И потом научиться понимать Бога уже. Правильный образ жизни должен быть. Хорошо, мы на этом закончим. Очень большая лекция получает. Пожалуйста, вопросы. Поэтому сюжет очень актуален. Например, сейчас большинство людей находится в трудной ситуации. Во всяком случае в России. Какие-то горячие места есть. И в этом случае мы видим, что интерес к духовному знанию повышается автоматически. Природа души. Природа души – это духовный инстинкт искать Бога. Но как только человек получает возможность удовлетворять чувства, он забывает Бога. Поэтому люди, которые присыщены богатством, пищей, незаконным сексом, всеми этими видами различных чувственных удовольствий, телевизором, чем угодно, они не способны размышлять о Боге. Пока человек ведет греховную деятельность, ему очень трудно на этом сконцентрироваться и понять, как это вообще относится к нему. Ему кажется, пока он имеет чувственное удовольствие, что у него все в порядке. У меня есть деньги, у меня есть семья, я забочусь о ней, они заботятся обо мне, моя старость будет обеспечена. Так он размышляет. И он все усилия прилагает именно для этой цели. Поэтому в основном это молодые годы, люди очень далеки от религии. Религия это как что-то, что мешает настоящей жизни свободной. Но если вы очень несчастные, больные, ну для таких людей, да, религия как раз подходит. Если мы зайдем в какие-то современные храмы, мы увидим, какие-то старые люди или больные люди приходят. Ну что-то такое. Конечно, есть среди них какие-то разумные молодые, которые ищут Бога, да. Но это реже. В основном какие-то люди, которые страдают как-то в жизни. Им некому больше прийти, и они идут к Богу. И так этот инстинкт есть. Обращаться к Богу в безвыходной ситуации. И именно люди, которые обретают опыт просто материального существования, они понимают, что да, лучше обращаться к Богу. Наступает такой момент, когда уже никто не может помочь человеку, ни государства, ни родственники, ни врачи. Да, он идет к Богу. Конечно, если он благочестив. Если он не благочестив, он никуда не пойдет. Он будет воровать. Он будет какие-то незаконными средствами действовать. Тем не менее, пытаться достичь своего счастья, своего желаемого результата. Эта греховная деятельность сейчас так распространена. Сейчас, если человек не будет воровать, он не сможет прокормить даже собственную семью. Но это Кали-Юга, так описано в шастрах, что в Кали-Югу вот такие условия будут, что люди будут вынуждены просто воровать. И потом это становится добродетельной уже жизнью. Узаканивается воровство. Постепенно законы меняются. На санскрите есть два слова «папа» и «пунья». «Папа» означает греховная деятельность, «пунья» означает благочестивая деятельность. И в шастрах описано, что плохо, что хорошо. Это естественное руководство. В любой книге знаний, в любом религиозной книге мы найдем ограничения, что плохо, а что хорошо. Совершать добро – хорошо. Любить Бога и ближнего – хорошо. И так во всех писаниях мы найдем это. Очень подробно мы найдем это также и в ведах. Очень подробно, поскольку дается конкретное указание каждому классу людей в отдельности. Очень-очень подробно. В соответствии с профессиональными наклонностями, в соответствии с природой. Человек нуждается в таких наставлениях, чтобы не запутываться в жизни. Но люди думают, что это только мешает. Мешает наслаждаться. Так они считают. Это называется «папа и пунья». Пунья – благочестивая деятельность, описано в шастрах. Папа – греховная деятельность, также описано в шастрах. Но что написано в это время будет происходить? Папа и пунья перепутаются. В Калигу, в нынешний век, бездуховности, папа становится пунья, а пунья становится папа. Все наоборот. Например, в Индии можно найти места, святые места, много святых мест. До сих пор люди живут еще по тем законам Вет. Много-много тысяч лет назад эти традиции сложены. Вот это Бхагава, Гита, Шримад Бхагава, там по Писаниям люди живут. Очень много там святых людей. Огромное количество, на самом деле. Я не ожидал столько святых людей в Индии. Я никогда в жизни не видел ни одного святого человека, я честно признаюсь, но в Индии я видел огромное количество. И можно окунуться в ту еще атмосферу много тысяч летней давности, к тем временам, когда Бхагава, Гита была поведана пять тысяч лет назад. Те же самые традиции, они хранят их, как самое священное и дорогое. И в тех местах пить вино, это очень греховно. И даже если женщина одна идет по улице куда-то, это не очень хороший признак. Она должна либо идти с мужем, либо с отцом, либо с сыном, либо с подругой. То есть есть такие у них строгие правила. И они основаны на разуме, конечно же. Но если мы с этими мерками морали, приедем в Америку, никто не воспримет это всерьез. Если вы встречаетесь с другом и не выпили с ним немножко, это грех вы совершили, на самом деле. Все наоборот. Если вы так закабыляете женщину, это греховно. Ее нужно освободить. Эмансипация здесь. Пускай она делает, что хочет. Веда говорится так, что если у женщины мужа нет дома, она, если выходит на улицу, не наряжается красиво. Не украшает себя, не привлекает мужчин. Она одевается очень скромно, прикрывая лицо немножко вот так вот, если ей нужно пойти куда-то в лавку, потому что мужа дома нет. Если пристанет какой-то мужчина, некому будет защитить. Поэтому она привлекательно не одевает на себя украшения. Но когда муж дома, она одевает украшения, она выходит на улицу. Но в соответствии с современным правилом морали, не установленным, конечно же, все происходит наоборот. Когда мужа нет, она наряжается, выходит куда-то в кино или что-то еще. Таковы современные представления, они противорелигиозные на самом деле. И в таких условиях религия очень трудно себя чувствует. Она чувствует, что она бельмо на глазу. Потому что у всех людей, папа и пуня, плохое и хорошее, совершенно другие понятия. И когда вы говорите об этом людям, они возмущаются. В принципе, всегда, когда мы говорим на тему регулирующих принципов, чистой деятельности, всегда возмущение. И много людей с этим не согласны. С тем, что нужно так строго следовать чистой жизни. Большинство людей не примут это сейчас. Примут редкостные люди, которым уже это надоело на самом деле. Отказ от мяса, рыба и яиц, от всех интоксикаций, даже чая и кофе. От азартных и верденежных махинаций, от незаконного секса. Секс только в браке для зачатия детей. И все сейчас против этого. Папа, греховно. Как можно всему этому следовать? Для чего же тогда жить? Это стало смыслом жизни. Очень интересный момент. Именно такое впечатление человек получает от слушания этих вещей, что у меня все отбирают. У меня больше ничего нет. У меня только это есть. Незаконный секс, немножко интоксикаций. Я разумный человек, я в меру это все делаю, нет проблем у меня. Что здесь такого греховного, если я собрался с друзьями, немножко выпил? Действительно, было бы, ничего, наверное, плохого бы не было, если бы не эта общая деградация. Почему же люди деградируют? Давайте разберемся. Они что, деградируют сами по себе? По законам природы, может быть? Откуда же берутся алкоголики, проститутки, убийцы, наркоманы? Не от этих наклонностей. И эти наклонности необходимо сдерживать в обществе. Поэтому говорится, не убей и прочие вещи. Не обманывай, не прелюбодействуй. Ну, всего, в принципе, четыре этих принципа основных. И есть более тонкие принципы, например, не лгать. Более тонкие принципы. Но они развиваются сначала. Сначала нужно подчинить себе физическое тело. Потом можно подчинить речь. Потом можно подчинить мысли. Такова практика. Мы не требуем сразу человеку отказаться от лжи. Иногда это будет в крови человека. Просто в уме. Что он всегда что-то обманывает. Но это, на самом деле, признак обусловленной души. Есть четыре недостатка обусловленной души. Он ошибается. Каждый человек совершает ошибки. Это свойственно ошибаться людям. Такие люди даже как Махатма Ганди и то ошибались. Ему однажды сказали. Ему однажды сказали Махатма Ганди, не ходите сегодня на это собрание, там опасно. Мы слышали, что там опасно. Он не послушался. Он пришел и был убит в упор. И даже Махатма Ганди совершал ошибки. И так свойственно каждому человеку ошибаться. Это признак, это четыре вида недостатков. Один из недостатков – ошибка. Каждый ошибается. Следующий недостаток – каждый находится в иллюзии. Второй недостаток. Что это за иллюзия? Давайте спросим у людей. Или у самого себя. Я вижу материальный мир? Да, вижу. Я понимаю, что я существую? Да, понимаю. А кто я? И что такое материальный мир? Не знаю. Это иллюзия. Я вижу это, но не знаю. Я вижу, что вот это у меня есть тело. Но кто я? Я не знаю. Если задать вопрос глубоко, мы не знаем этого. Это иллюзия. Иллюзия в том, что на самом деле я путаю вещи. То, что я вижу, не соответствует с тем, что я думаю об этом. Что такое материальный мир? Ученые пытаются напрягать свои извилины. Они так же думают. Мы хотим сказать, что они так же ошибаются. И они находятся в иллюзии. Даже ученые люди. Они думают и говорят. Скорее всего, жизнь произошла из-за читания химических элементов. Дарвин, другие ученые. В принципе, это теория Дарвина. Вот эти все виды живых существ. Они переходят из одного вида в другой. Из простейших к сложным. И возникает человеческое существо. Так можно наблюдать. Как будто бы это так. Но нет ни одного опыта экспериментального подтверждения, что действительно можно создать живую клетку из химических веществ. Невозможно. Один ученый 50 лет занимался этой проблемой в Америке. Ну и не один, конечно, ученый. Вся наука практически занималась этим. Серьезная наука. Она пыталась синтезировать живую клетку. Представьте, можно было бы создавать какие-то новые виды живых существ. Не роботы, а живые роботы. Биороботы. Каково? Достижение науки было бы. И они настолько глубоко знают это уже все. ДНК, РНК, аминокислоты, углеводы и прочее. Они структурой-то изучили очень хорошо. Очень умные люди, действительно. И когда они приготовили все химические вещества, клетка не оживала. Она была мертвая. Та же, как тело человека, который умер. Несомненно, там все химические вещества остались. Те же самые. Почему бы не заменить какой-то орган? Не впрыснуть какие-то химические вещества, чтобы старый человек омолодился и продолжил жить дальше? Ничего не получается. Нет? Какой-то механизм. Какой-то из механизма, они говорят. И человек стареет. Мы не знаем, что за механизм. Но он существует. Мы видим на практике. По идее, почему должна быть старость? Если есть обмен веществ, человек дышит, принимает пищу. Почему он должен стареть? Почему волосы его сидеют, зубы выпадают, морщины, силы уходят, кости болят. Что случается? Если это просто химические вещества, почему бы нам не устроить что-то? Не ввести какие-то новые химические вещества и жить дальше? Нет. Есть какой-то механизм, какая-то есть высшая воля. С ней приходится бороться. И невозможно преодолеть это. И таким образом это называется иллюзия. Человек не может победить старость, но пытается. Человек не может победить смерть, но пытается. Он себя считает этим телом, но он душа. И в этом иллюзия. Владимир Васильевич, это вопрос жизни и смерти. Вернее, смерти. Странно, молодой человек, думать о таких вещах. Я в вашем возрасте больше думал о красивых женских ножках. Пив с друзьями, пива. И вообще к жизни нужно относиться как к красивой женщине. По-моему, в этом смысл. Но, если в этом смысл, то зачем тогда существует смерть? Что это такое смерть? Я хочу знать, что происходит с человеком в момент смерти. Профессор, вы общались с людьми, вышедшими из этого состояния. Так объясните мне. Как вас зовут? Эдуард. Я смотрю, Эдуард, это стало вашей настольной книгой. Я польщен. Хорошо, позвоните мне на будущей неделе. Может быть... И вообще, посмотрите, какая красота. Я исследую явление клинической смерти вот уже несколько лет. И, в сущности, все рассказы пациентов очень похожи друг на друга. Одним кажется, что они летят по какому-то тоннелю, в конце которого виден свет. другим это напоминает поездку в лифте или движение по коридору, в конце которого обязательно свет. Это движение в невесомости к свету. При этом легкость, отсутствие боли и только страх. дикий животный страх. Возможно, это от неведения. Что это за свет? Что это за туннель, через который они летят? И почему все это так происходит? Не знаю. Действительно, не знаю. Возможно, это галлюцинации. Галлюцинации? Но у всех одна и та же это невозможно. Хм. Вы слишком нетерпимы, Эдуард. Есть рабочие гипотезы. И вообще, то, что вы прочитали в этой книге, не более чем добросовестно собранные показания группы людей, не опровергнуть которые, не доказать невозможно. Впрочем, у каждого из нас будет такая возможность проверить это на собственном опыте, вот так. Так, вы ничего не знаете? А еще в школе так говорили о науке, что у всех складывалось впечатление, что она может ответить на все вопросы. Ученые, вот единственный авторитет, их слова непреложная истина. Но вся ваша наука оказывается бесполезной, если вы не можете ответить. А кто дал вам право так судить о науке? Мы, между прочим, уже многого достигли. Мы победили столько болезней, освободили людей от страданий. Мы делаем пересадки и продлеваем жизнь людей. Мы, между прочим, уже почти доказали, что можем контролировать природу и управлять ею. Контролировать? О каком контроле вы говорите? Жалкая пара болезней, которые вы победили за весь прошлый век. Но люди продолжают болеть. Пусть они не умирают от холеры, как два века назад, но и спит. Рак. И вы бессильны что-либо предотвратить. Пока. Пока. Но дайте время. Не лишайте науку шансов. А что касается знаний, вообще знаний. Так мы, например, молодой человек, знаем, что происходит в каждой клетке этой травы. Сами подумайте, профессор. Вы знаете, что происходит в каждой клетке этой травы. Но не имеете ни малейшего понятия, что произойдет с вами в момент смерти. Прощайте. Знаете, профессор, вы мне напоминаете маленького мальчика, который ходит по берегу океана и собирает ракушки, пытаясь догадаться об его истинных размерах. Вы ничуть не лучше обычных людей, профессор. И вы тоже встретитесь со смертью в полном неведении. Есть и другие формы иллюзии, одна из которых то, что человек думает, что он никогда не умрет. Мы знаем об этом только теоретически, но практически очень редкие души сознают это в своей жизни, что смерть для него такая же реальная, как и для каждого любого живого существа. Итак, различные формы иллюзии это второй вид несовершенства. Третий вид несовершенства, что чувства наши также не обладают совершенными ощущениями. Вот мои глаза. Я могу видеть присутствующих здесь в зале, но чтобы лучше узнать, мне нужно поговорить с каждым. с помощью глаз я не могу установить точную истину. Я могу лишь увидеть какой-то факт в пределах диапазона зрения. Если очень сильный свет солнца приблизит, сюда, допустим, и очень сильный свет будет, я ничего не увижу. Например, я не вижу диска солнца, потому что сияние мешают мне, мои глаза такие. Если будет очень темно, опять ничего не видно. И так я вижу небольшой диапазон. И более того, я не могу создать полное впечатление о солнце, просто взглянув на него, каковы его размеры, каково его расстояние отсюда, что там происходит о солнце. Нужно читать книги, делать какие-то приборы, продолжение глаза, какие-то телескопы с затемняющими линзами, чтобы примерно понять, увидеть, что же там происходит. Есть у других органов чувств, их пять. Пять органов зрения, обоняния, вкус, осязания, слух. И все они ограничены. Например, мы можем слышать, что происходит в этой комнате. А что происходит в соседней комнате? Мы уже не можем слышать. Чувства наши несовершенны. И еще один есть недостаток обусловленной души, что каждый склонен к обману. В силу того, что он несовершенный, он обманывает другого. Причем он сам этого не понимает, потому что сам обманут. Мир обманутых, обманщиков, называл Батистан Царасвати. Каждый обманут в иллюзии, потому что и в невежестве находятся. Но он думает, я думаю, скорее всего, это так. И учит других. Это обман. Поэтому, с этой точки зрения, вся материальная наука это форма обмана. Какие-то вещи они указывают правильно, но они затемняют абсолютную истину. И в этом их обман. Сами ничего не зная об этом. И затемняя для других людей этот предмет. Абсолютная истина неизвестна ученым. Нужно признаться им в этом честно. Они просто говорят, что ее не существует. Но мы повсюду видим, что существует какой-то высший разум. Мы видим это собственными глазами, на самом деле. То же самое солнце. Это очень удивительное явление, на самом деле. Наука до сих пор не знает, что это за явление в природе. Оно существует ровно столько, сколько существует вся Вселенная. И не выгасает в конце, описано в шастре. А вспыхивает ящик в 12 раз. И все сгорает от этого. И еще огонь с одной Вселенной поднимается. Так много энергии там. Откуда же столько энергии? Они думают, что идут ядерные процессы там. Да, идут ядерные процессы. Это факт. Огромное количество других энергий выделяет Солнце, кроме света и тепла. Но кто же управляет этим ядерным процессом? Попробуйте взорвать бомбу и управлять этой энергией. Ну, чтобы она не сразу взрывалась, а постепенно взрывалась. На протяжении, скажем, 10 лет взрыв происходил. И вы бы тогда научились управлять этой энергией. Это невозможно. Если бомба взрывается, разрушается все. Нельзя управлять этой энергией. Но, тем не менее, эта энергия управляема на Солнце. Если вы бросаете эту ядерную бомбу на поверхность Солнца, никто не заметит ее там. Там такие колоссальные процессы происходят. И это управляемо. Солнце не взрывается от этого. Солнце находится на своей орбите и действует. Миллиарды лет работает. Более того, есть другие Вселенные, миллионы Вселенной, беседшительно множество Вселенных, где также есть Солнце. Эта Вселенная не очень-то большая. Поэтому здесь такое Солнце. Есть Вселенные гораздо больше этой Вселенной. В тысячу раз есть больше Вселенной. Значит, есть там Солнце, в тысячу раз большее. примерно как пол этой Вселенной. Солнце. Одно только Солнце. Это тоже контролируется все. Все на своем месте, кругом, порядок, день и ночь не перемешиваются. Все с циклической точностью происходит в природе. Понятно, есть какой-то разум. Глупо его отвергать, необходимо его изучить. Необходимо его изучить. И поэтому в этом стихе говорится, что для того, чтобы это изучить, необходимо быть очень твердым. Как приходит твердость, качество твердости? Тхира это называется. Твердость или невозмутимость. Это означает, что человека не сбивают с толку желания чувств. Если мы идем на поводу чувств, это затемняет сознание. Это жизнь животного. У животного тоже есть эти пять чувств. Он видит, слышит, обоняет, чувствует вкус и осязает. Более того, чувства еще гораздо развитые, чем у человека. Одно или два более развитые. У собаки очень тонкий нюх. У птиц очень острое зрение, лучше, чем у человека. Есть такие живые существа, которые обладают сверхчеловеческой реакцией и силой. Они превосходят нас в этом, в наслаждении чувств животных. Они могут лучше это все делать. Чтобы съесть мясо, человеку нужна бойня отвратительная, где забивают несчастных животных, ни в чем не повинут. совершенно зверски забивают. Животного не нужно это бойня. Нет ничего отвратительного в том, что тигр нападает и съедает оленя. Он не убивает все стадо. Он берет одного себе оленя и ест. Такова природа. Он не является преступником, тигр. Но человек нарушает эти законы ради удовлетворения чувств просто. Просто ради удовлетворения чувств. Таким образом, животные лучше оснащены самой природой. Когти, клыки, мышцы. Реакция это гора мускулов, тигр. Он весит около тонны. Очень сильное животное. Он одним ударом лаву переламывает хребет быку, если нападает зубру. Очень сильное животное. Это природный убийца. Но нет в кодексе какой-то статьи на этот счет. Мы не найдем. Это нормально в природе. Тем не менее, для человека это запрещено убивать животных и поедать их. И животные, поскольку, хотя это та же самая душа, та же самая душа, что и человека, но другой тип тела и чувственная деятельность покрывает их сознание. Душа сравнивается сознание с различными видами в различных примерах в соответствии с различными ситуациями. Зеркало, покрытое пылью, например. Душа сравнивается. Одно сравнение. Огонь, покрытый дымом. Душа сравнивается. Зародыш чреве матери, покрытый оболочкой. А огонь, покрытый дымом, это человеческая форма жизни. Огонь, пылающий огонь, это огонь желаний и страстей у людей. Люди очень активно, они тут все строят. Летают, двигаются очень быстро, изобретают что-то. Этот раджес, активная деятельность люди, огонь, но он покрыт дымом. Дым покрывает сияние огня. Есть недостаток. Дым это невежество, исходящее из этой деятельности. И дым, покрывающий сознание, затемняет чистое самоосознание. Я есть душа. Зеркало, покрытое пылью сознания животного, та же самая душа сравнивается с зеркалом. Она может отражать ясно все явления и предметы. Но очень толстый слой пыли. Очень слабое отражение. Животные также наблюдают весь материальный мир, так же, как и мы. С помощью своих чувств, как мы сказали, еще и лучше. Но у животных сознание покрыто больше вожделением. Поэтому животное в большей степени не понимает, что он увидит перед собой. Откуда эти машины? Он не знает. Собака. Откуда это солнце? Она даже себе вопросов такого не задает. Не хватает разума. В теле животного жизнь протекает в другом ключе. Но оно прекрасно знает, где лежит пища, где искать партнера, где спать, как обороняться. Это инстинкты. Она знает это по природе вещей. И благодаря тому, что животное живет ради удовлетворения чувств, оно лишено права и возможности спрашивать о Боге. У человека есть эта возможность. Есть огромное количество избыточной энергии, которую сейчас люди тратят для того, чтобы создавать заводы, науку и технику. Так много работают, чтобы просто военные какие-то, военная промышленность была для обороны. То есть они культивируют все те же самые четыре вещи. Еда, сон, совокупление, оборона. Собака ест прямо с пола, человек должен есть с фарфоровой или серебряной. Хотя, честно говоря, вкус от этого не меняется. Мороженое можно положить на бумажную тарелочку, и на золотую. Вкус будет тот же самый. Человек просто думает, что он наслаждается лучше. Но на самом деле нет. Собака спит на улице в будке. Очень простые условия. Человек не будет спать в будке, он будет спать у себя на диване на мягком. И чистое белье ему нужно. Но во сне это совершенно одинаково. Собака забывает, где она спит. И человек забывает, где она спит во сне. Во сне они одинаковые. Собака двигается на четырех лапах гораздо более успешнее, чем человек на четырех колесах. Очень много аварий. Вот мы сейчас ехали на четырех колесах. Много аварий. Много нужно труда затрачивать, чтобы поддерживать машину. Не так ли? Это очень трудно. Нужны деньги. Нужно постоянно думать, как это все поддерживать, хитрить, как-то доставать что-то. Какие-то детали и прочее. У собаки нет проблем. Просто бегать. По всему городу они бегают. В течение дня они весь город убегают. Каждый день. Но какова цель того и другого? Примерно та же самая. Человек ищет пищу, собака ищет пищу. Человек ищет партнера, собака ищет партнера. Человек делает дела, чтобы иметь опять же квартиру, деньги и так далее. Собака делает тоже какие-то дела. Таскает себе кости, зарывает их там, про запас, что-то делает. Они делают то же самое, но в соответствии с данным телом. Собака по собачьему, поскольку собачье тело, человек по-человечески, на более высоком уровне. Но совершенно то же самое. Но человеческая жизнь не предназначена, чтобы есть и спать. Это жизнь собаки, есть и спать. Есть и спать для того, чтобы жить. Вот для чего предназначен человек. Конечно, мы должны есть и спать, но это не является целью жизни. Это и так приходит к нам. Не так уж и трудно, есть и спать. Если хочешь спать, ложись и спи. Что тут трудного? Если с Бхагавадгитой, это животная жизнь. Человек должен удовлетворять абсолютную истину Бога. Тогда автоматически и семья, и работа, и другие люди будут довольны этим человеком. На первом месте тхарма. Тхарма – религия. На втором месте артха – экономика исходит из религии, поскольку все выполняют свои обязанности. Хорошая экономика. После этого наступает тхарма – чувственное наслаждение, счастье материальное. Все есть у людей, они наслаждаются жизнью. И тот, кто пересадился этими наслаждениями, достигает мокши. Мокша – желание освобождения. Чего-то выше человек ищет после этого. Все начинается с религии. И кончается желанием покинуть этот материальный мир совсем, прекратить цикл рождения и смерти. Душа вечно вращается в этом цикле. Она не может попасть случайно к Богу, просто умерев. Нет. Так не происходит. Все засчитывается. Каждый поступок человека засчитывается. Это называется закон кармы. Что посеешь, то пожнешь, говорится в христианстве. Два слова всего. Как здорово описано этот закон кармы. Что посеешь, то пожнешь. То, что ты сам делаешь, ты получишь такие же реакции за свои действия. Если ты дурно поступаешь, получишь дурные реакции. Если ты благочестив, ты будешь наслаждаться в будущем. Законы кармы. Если я являюсь, если у меня есть друзья и враги, например, в этом обществе, я умираю, что же происходит? Враг имеет со мной счеты и друг тоже имеет со мной счеты. Друг мне помогал всю жизнь, например, а враг мне не успел отомстить. Что же происходит? Неужели я так уйду? Нет. По законам Бога я вернусь снова сюда, чтобы враг отдал мне должное и друг тоже забрал мои долги. Если я кому-то должен в этом мире и умер. И люди думают, все, все долги в счет не берутся. Нет кармы, законы кармы. Следующее рождение так устроится, что он с меня возьмет мой долг. Например, у меня есть ребенок. Родился ребенок, также тут есть дети, родители ухаживают за ними. Они покупают все, что им необходимо, удовлетворяют все их желания, кормят, одевают, обувают, они будут думать о их воспитании и так далее. Почему так устроено? По закону кармы означает, что пришла душа, перед которой у нас есть долг. И по закону природы мы теперь отдаем, возвращаем все долги, одевая, обувая, заботясь об этом. В свою очередь у нас тоже есть родители, и мы у них были, занимали точно такое же положение. У них были долги, и мы забрали этот долг у них. Но у каждого также есть, когда он вырастает, также есть долг перед родителями. И в этом проблема, что выросший ребенок забывает об этом долге перед родителями. Пренебрегает, когда они старые, не помогает им, отдаёт дом престарелых, и это карма, это плохая карма. Ему придётся вернуть этот долг всё равно в какой-то следующей жизни. Невозможно уйти от этого исполнения долга. Это называется законной кармы, законной Бога. И это полное знание, оно находится в шастрах. Россия, древняя, 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 древняя Русь ещё задолго до христианства, она была под влиянием этого знания, вед, которое было записано пять тысяч лет назад. Есть ведическая Русь, русские веды, веда, знания. Много очень санскритских слов в русском языке, как медведь, например, это санскритское слово. От слова «мёд» и «веда», «ведать». Знает, где мёд. Это животное знает, где мёд, медведь. Веда, знания. Один — это «эко» на санскрите. Два — так и будет два, три — так и будет три, четыре — «чату». Очень много похожих слов. Сварочиша был, такой русский бог. Сварочиша на санскрите «ослепительное сияние», «духовное ослепительное сияние» переводится. То, о чём поклонялись русские люди ещё раньше. Но так или иначе любое знание приходит в упадок. Кришна говорит в Бхага Вадгите, что любое знание духовное приходит в упадок. И когда это наступает, я прихожу сам или кого-то посылаю потом в Хараты, чтобы восстановить религиозные принципы и наказать неверующих. Поэтому приходит сознание Кришны под разными именами. Как христианство, как мусульманство, как каковое сознание Кришны под любыми именами, с различной религией. И все они говорят об одном и том же. Такова цель вернуть людей к Богу, который является один на всех. Это наиболее трудный момент для понимания для современных людей, что Бог один. Нет, вернее, конечно, не согласны сразу же, что Бог один. Но очень трудно понять в жизни, как же это Бог один. Такие разные религии трудно совместить. Ответ в том, что не надо совмещать ничего. Здесь говорится, многоветвист разум тех, кто нерешительный, но должны сконцентрироваться на своей цели, выбрать свой путь и идти до конца по нему. Братья Панда, вот этот Арджуна, у него было еще несколько братьев, и они все в детстве учились у Дроначари военному искусству, они были кшатриями, правителями мира, они должны были знать военное искусство, воины. И Дрона, Брахман, он обучал военному искусству стрельбы из лука, владения тонкими видами оружия, и он установил чучело птицы на дереве, чтобы обучать их стрельбе из лука, и позвал сначала Ютыштиру, старшего из них. Старшего звали Ютыштира. Он был очень разумный. Это был царь справедливости, он очень хорошо знал законы религии. У него была примесь брахманическая, был похож на священника больше, чем на воина. И он сказал Ютыштира, возьми лук и стрелу, посмотри перед собой, что ты видишь. Я говорю, я вижу птицу там, на дереве. Так, что ты еще видишь? Еще я вижу тебя, Дроначарья. И Дроначарья сказал, нет, Ютыштира, ты не годишься, уходи. Он позвал Пхимасену. Пхима был очень сильный, он был силач. дал ему лук и стрелу и сказал, Пхима, что ты видишь перед собой? Я вижу там птицу на дереве. Так, что еще? Вижу еще другие деревья, Дроначарья. Нет, ты не годишься, уходи. И когда он позвал Арджуну, вот герой Бхагавадгиты, Арджуна, он слушает Бхагавадгиту, у него проблемы возникли. И Дроначарья спросил, Арджуна, что ты видишь перед собой? Он говорит, я вижу птицу на дереве. Ты видишь птицу дерева? Нет, только птицу. Только птицу? Может быть что-то еще? Нет, не всю птицу, только голову. Голову птицы? Нет, только глаз Дроначарья. Вот теперь стреляй, Арджуна. Теперь ты попадешь. Он был так устремлен в цели. И он стал самым лучшим лучником мира. Поэтому Кришна к нему обращается. В ходе войны он полагается на него, что время войны он будет сражаться. Военное время, нельзя отказываться от битвы. Ради защиты религиозных принципов долг Арджуны воевать. Кришна объясняет ему это. Хотя он сначала хотел отказаться от битвы, но иногда необходимы воины для защиты религиозных принципов. И к шатрии они должны воевать. Никогда не воюют мирные жители. Собираются только к шатрии и они воюют. Никогда настоящий шатрии не убьет женщину, ребенка или старика, или испуганного воина, или тот, кто лишился оружия, убегает. Он никогда не убьет. У них были очень высокие моральные принципы, нравственность высокая. Вот такие они были. К шатрии. Но это не нынешние к шатрии во Вьетнаме или в Чечне, которые просто зверствуют иногда там. Это не к шатрии. Это не трудно называть, что это такое. И так люди утрачивают даже моральные принципы, если они забывают о Боге. И когда они думают о Боге, они говорят, у меня свой Бог. Означает, что я хочу остаться негодяем. У меня есть свой Бог. В одном месте, когда мы проповедовали об этих принципах сознания Кришны, один человек встал и сказал, мой Бог лучше. Я мусульманин, и мой Бог лучше. Я говорю, да, как же может быть он лучше или хуже, если он тот же самый Бог. Один. Ваш Бог, наш Бог, какая разница? Солнце. Чье это здесь солнце? Каменско-Уральское, может быть, солнце? Или может быть, это солнце прилетело Екатеринбургское отсюда? Мы его привезли с собой. А в Индии это какое? Индийское солнце будет? И очень трудно людям понять это на самом деле. Как будто бы действительно солнце греет везде по-разному. Если вы поедете на север, оно более холодное, ну и более теплое, то же самое солнце, оно себя проявляет по-разному. И так же Бог может себя по-разному проявлять в соответствии с данным местом, временем и обстоятельствами. Это очень трудный вопрос для понимания. Я сказал, так почему же вы считаете, что ваш Бог лучше, если Он один? А потому что в моей религии можно заниматься незаконным сексом. Вот в чем проблема. Вот почему люди отстаивают своих богов. Если просто последовать любой религии, каждый достигает той же самой цели, любви к Богу. Потому что это подлинное назначение любой религии, достичь любви к Богу, отсюда вытекает и любовь к другим живым существам, ко всем, не только к людям. Иногда это понимают западные, западные религиозные системы, иногда это понимают, что Христос сказал не убить человека и открывают бойни на Западе. Здесь, слава Богу, христианских бойн нет. Но там есть бойни, хорошо оснащенные бойни. Прабхупада беседовал с ними и говорил, как же так? Ведь Христос сказал не убить, он никогда не содержал бойн. Он говорит, да, да, он бойни не содержал, но у животных нет души. И так они начинают что-то выдумывать сразу же. У животных нет души. Тогда давайте определим, как же видеть дух и материю. Вот с чего все начинается. И Бхагавадгита начинается именно с этого. Что такое душа? А что такое материя? Давайте попытаемся эти вещи различать. Если они различают душу и материю, я буду видеть, этот плохой, этот хороший, этого я могу съесть и убить. Души же нет у него. Они путают душу с развитым разумом. Да, у человека более развитый разум. Но у ребенка не такой развитый разум. Означает, что у него нет души. У него точно такой же разум, как у животного маленького ребенка, едва родившегося. Но нет, душа есть. В любой форме жизни. Сарва, Гатах, везде присутствующая. Там, где мы видим форму жизни, внутри душа, обязательно. Не может существовать жизнь без души. растения, животное, насекомое, полубог, не важно кто. Любое живое существо, это есть душа, покрытая различным типом тела. Различные типы машины, биологических машин. Поэтому душа ведется по-разному в различных телах. Любовью к Богу попадает материальный мир. И здесь просто живет, согласно закону кармы, что посеешь, что пожнешь и так далее. Он сам отвечает за свои поступки. Никто не берет на себя эту ответственность. Если бы человек осознал это, что за все ему придется отвечать самому, если он поверил в этот момент. Иногда в некоторых религиях так и говорится, что пойдешь в ад. Это правильно. Но люди, не найдя этих научных подтверждений и объяснений, не верят в это теперь. Что ад вообще существует? А где этот ваш ад? Никто не видел его. Вы летали в космос. Мы роем недра планеты. Нет никаких адов. Все это выдумки, они говорят. Гагарин прилетел со своего полета и сказал Бога нет. Первое, что он сказал, я не видел его там. И так это атеизм был такой. Очень грубый такой поверхностный атеизм. Но веды говорят, ну что он может увидеть, конечно, с робитой планеты. Это смешно. Как можно понять весь этот космос, все это творение. Есть высшие планеты, есть средние планеты, есть низшие планеты. На самом деле их 14 уровней. Можно поделить на три. Райские, средние и адские планеты. Душа мигрирует в соответствии с кармой, с поступками. Если кто-то совершает очень много злодеяний в этой жизни, он спускается на низшие планеты для того, чтобы принять реакции страдания необходимые для исправления души. Если кто-то очень благочестив, что редко сейчас бывает, может подняться даже на райскую планету и жить очень-очень долго там. Рай. Он описывается в некоторых религиях. Но подробно духовный мир описывается только в Брахмасамхите. Это раздел веды.